Я вырос в Индии, ходил в индуистическую школу, изучал писания индуизма. В Бразилии индуизм становится очень популярным. В Рио-де-Жанейро мы с женой пошли за покупками и увидели все эти божества индуизма. Нам интересно, что же здесь происходит. С одной стороны, Иисус Христос, статуя Христа-Искупителя в Рио, но с другой стороны, все эти божки и богини. В этом и состоял вызов к пророкам. На том же месте, на Хар-Цион. Хар-Цион значит гора Сион. Пребывало имя Бога. Находился храм Божий. Также там были эти боги и богини, которые были внесены на землю. Пророки должны были что-то сказать по этому вопросу. Поэтому в определенный момент в моей жизни я прочитал Евангелие Ишуа. И понял, что Ишуа многократно превосходит всех этих богинь и богов. В похожей ситуации оказался один из пророков. Его звали Элияху. Имя его значит «Мой Бог» Адонай. В 18 главе 3 книги Царств находим упоминание о нем. Когда Элияху встретил этих пророков, этих пророков Баала, пророков Аштерот, которые внесли полный абсурд, существовала сексуальная зависимость, когда девушек во время первой менструации посвящали богине Аштерет и богу Ваалу. Там было много богов и богинь, которым поклонялись на этом холме. Существовали храмы, в которых эти женщины становились жрецами, а мужчины — жрецами. И они поклонялись этим богам и богиням. В процессе их поклонения были сексуальные оргии. «И это поклонение? Это никакое не поклонение. Это абсурд. Это извращение человеческих существ. И все же они так поступали». Итак, Элияху восходит на гору Кармиль. Равин Марсалла говорит о городе Хайфа, который находится на той же горе, куда падают ракеты Катюша. Это то же место, где Элияху встретился с теми пророками. Там было по крайней мере 450 жрецов Вала и Аштарет и остальных богов и богинь. И Элияху говорит, «Принесите жертвы вашим богам и богиням». И увидим, ответят ли они, сойдет ли огонь. Поэтому эти пророки начали кричать. Они делали весь тот абсурд. Они избивали себя хлыстом. Из них текла кровь. Затем Элияху говорит, «А, ваши боги и богини». Кричите громче. Может быть, они уснули. Может, они устали. Или, может, они отошли куда-то. На пляже Рио-де-Жанейро. Или, может быть, они пошли в туалет. Это единственное место, которое можно найти в Ветхом Завете. «Поэтому кричите громче!» И затем, конечно же, ничего не произошло. Потом Элияху говорит, «Хорошо, постройте алтарь. Выкопайте его глубоко внизу. Заполните его водой первый раз. Во второй раз. Третий раз. Четвертый. Пятый. Седьмой раз. Продолжайте заполнять его водой. И я покажу вам, что те боги и богини не являются таковыми на самом деле. Они презренные духи, которые просто хотят этот абсурд, сексуальные оргии и не только. Есть только один бог. И это Адонай. В ибриде. В ибриде его имя пишется из четырех букв. В ибриде его имя пишется из четырех букв. В ибриде это Yod-He-Vav-He. Что многие переводят как Иегово. Мы точно не знаем, является ли это правильным переводом. Потому что это святое имя Бога. И в течение многих поколений это имя не произносили вслух. Поэтому в еврейских синагогах это имя произносилось как Адонай. Господь. Поэтому Ильяху взывает к Богу. И говорит, Господь ответит на мои молитвы. Ответь. Пошли огонь. Поглоти эту жертву. Чтобы люди узнали, что только ты один Бог. И Бог ответил, было пробуждение на той же горе, куда в наши дни падают ракеты Катюша. Вот через это я прошел в Нью-Дели. В 1973 году. И моя жена, Сарита, хотел бы попросить ее встать. Моя жена по материнской линии еврейка. А по линии отца из индийской семьи. Может, в какой-то момент она сможет рассказать свое свидетельство. Потому что Бог совершил драматические события в ее жизни. Когда она собиралась принять микву, за неделю семья предупредила ее. Либо ты снова примешь индуизм, либо выметайся из нашего дома. Поэтому она ушла из дому. И Бог позаботился о ней. Тот же Бог позаботился обо мне. Затем мы работали со студентами в Индии. Так много сикхистов принимали Господа. Те, которые носят чалму. Сикхизм. Сикхизм. Это другая религия. Как индуизм и ислам. Я не хотел бы сосредотачиваться на всех этих историях. Можно рассказать так много историй. Но именно о таком Боге мы бы хотели рассказать. Еще небольшая часть введения. Когда мы приехали в Соединенные Штаты, в то время я работал над свитками Мертвого моря. Вы слышали о свитках Мертвого моря? Удивительная работа Бога, не так ли? В течение двух тысяч лет. Никто у них даже не знал. Каждый говорил, пророки? Библия? Это просто истории, истории. Кто написал их? О, их написали в Ватикане. Монахи сели и написали Библию. Но в 1947 году нашли эти свитки, которым около двух тысяч лет. Их содержание совпадает с тем, что написано в Библии. Это Божья работа. Поэтому я провел много времени, изучая писания и свитки Мертвого моря. Люди писали комментарии свитков Мертвого моря. Они очень внимательно копировали каждое слово из Торы и пророческих книг. И затем они писали гласные. Потому что в Иврите не записывают гласных. Так мы сможем узнать, каким же образом произносились эти слова. Затем они также написали много комментариев. Это замечательно. Может быть, я смогу поделиться с вами этим. В моей докторской работе я занимался двумя из этих свитков. Было найдено сотни свитков. Это удивительно. Может, когда-то Равин Марселло поедет в Израиль. Попрощайся с ракетами «Катюша». Посети Национальный музей Иерусалима, где ты увидишь эти свитки. Это замечательно. Это Божья работа. Поэтому после введения мы бы хотели приступить к изучению пророческих книг. Прежде я бы хотел уделить внимание тому, как мы можем неправильно понять пророков. Нам следует немного изменить наш образ мышления. Помните, когда я здесь был в последний раз? То сказал, что вам нужно снять вашу португальскую шляпу и одеть еврейскую шляпу. Те, кто был здесь в последний раз, знают эту пословицу. А для тех из вас, кто новичок, я повторю. А для остальных это будет напоминанием. Поэтому медленно снимите вашу португальскую шляпу и оденьте еврейскую шляпу. Возможно, это следует сделать так. Потому что мы пишем слева направо. Иврит справа налево. Тора начинается здесь. Справа налево. Хорошо. Как же нам воспринимать Библию? На английском или на португальском? Мы называем ее Ветхим Заветом. О, это не Ветхий Завет. Это Слово Бога. И не предназначено только для тех дней. Это Завет Бога. Затем появляется Новый Завет. На иврите это звучит как «Брит Хадаша». И означает «Новый Завет». На самом деле это обновление Завета. Потому что слово «Хадаш» в Новом Завете то же слово, которое означает «Луну». «Луна» появляется каждый месяц и обновляется каждый месяц, не так ли? «Хадаш». Поэтому Новый Месяц — это месяц «Хадаш». Новый Договор, Новый Завет неразрывно связан с Ветхим Заветом и является обновлением всех тех Заветов. Пророки продолжают напоминать об этом. Адамов Завет. Ноев Завет. Завет Авраама. Завет, заключенный с Яковом. Яковом. С Ицхаком. Исаком. На самом деле его нужно произносить «Ицхак». Это ведь иврит, верно? Вы знаете, что означает «Ицхак»? Он означает «Итсх». Когда Бог сказал Саре, что у нее родится сын, то она сидела в другой комнате, и она сделала так «У меня не может быть сына». И Бог сказал «Хорошо, именно так ты и назовешь сына». каждый раз когда ты позовешь его обед готов то ты вспомнишь что рассмеялась поэтому в один из дней авраам родил еще одного сына как его звали ишмаэль ишмаэль однажды ишмаэль и исхак играли вместе ишмаэль подошел к ицхаку и говорит сара смотрит и говорит почему ты смеешься над моим сыном в английском переводе ветхого завета сказано что он насмехался над ним это записано в 21 главе книги бытие он не насмехался просто он так развлекался он играл они смеялись вместе сара говорит как ты смеешь смеяться над моим сыном убирайся прочь я ривальдо рональдо и выкинула его прочь это очень грустно не так ли все заветы заключенные с этими людьми с ицхаком с давидом с давидом был заключен завет мы поговорим о завете в книге исаи завет книги и риме и существует целая серия заветов которая находит свое окончательное воплощение в новом завете были ли все старые заветы отменены нет нет это обновленный завет и конечно мы называем это законом пятикнижьем это закон нет это не закон это тора последующие книги мы называем историческими пророками историческими книгами является ли это история это не история это пророки мы поговорим об этом они начинаются с пяти книжей бытие исход левит числа только из-за того что моисей исчислил народ мы называем эту книгу числа название на иврите звучит по-другому затем книга иисуса навина после второзакония мы называем эти книги историческими книгами это не история это пророчество мы поговорим об этом а затем исторические книги которые завершаются книгами паралипоминон ездра и неемия это не исторические книги снимите ваши португальские шляпы и оденьте еврейские шляпы потому что это абсолютно другая перспектива каким образом евреи на протяжении всей истории смотрели на эти книги все эти книги мы называем поэтическими книгами и книгами мудрости псалтырь притчи книга экклезиаста мы называем эти книги книгами мудрости евреи не называют эти книги так затем большие пророки исая еремия езекииль их мы называем большими пророками других пророков мы называем малыми пророками осия иоиль амос что же такого малого в отношении их они не малые пророки евреи всех их называют пророками я объясню вам почему это так важно бытие исход левит числа второзакония это первые пять книг обычно их называют пентатьюх пентатюх которая происходит от двух греческих слов пента что означает пять синхо верно синхо синхо хорошо и тюхос тюхос что означает свиток пять пять свитков почему они названы пента тюхос потому что в древние времена в ковчеге хорнились пять свитков эти свитки прочитывали за три года очень важно очень важно это знать теперь в еврейской синагоге их прочитывают за год верно во время и шо их прочитывали за три года даже не читали их принято распевать они также распевали пророческие книги в мессианской еврейской общине они также воспевали о жизни и шо евангелие от матфея евангелие от марка и от луки у нас сохранились документальные доказательства этому это так красиво когда вы слышите эти древние молитвы к сожалению это утеряно в наши дни даже в еврейской синагоге потому что те древние мелодии были другими затем идут исторические книги я уже говорил об этом конечно мы помещаем книгу Руфь рядом с книгой судей надеюсь что вы принесли с собой ваши библии почему книга Руфь находится рядом с книгой судей потому что история жизни Руфь была во времена судей в еврейской библии она находится в этом месте и я скажу вам почему она находится в другом месте затем первая и вторая книги царств третья и четвертая книга царств и первая и вторая книга про Липоменон я поставил там звездочку потому что в еврейской библии первая и вторая книга про Липоменон находится в самом конце еврейской библии затем начинается новый завет этому есть причина я объясню это позже затем книга Ездры и Ниемии в нашей библии в еврейской библии они находятся в другом месте тому есть причина затем книга Есфир Есфир также находится в другом месте я объясню почему потом книги мудрости книга Иова хотел бы я учить только по книге Иова так как на ней мы могли бы задержаться в течение двух-трех месяцев это удивительно но конечно мы не будем этого делать на этих занятиях мы просто делаем обзор хотел бы я учить только по книге Амоса или Ионы но это невозможно мы можем только сделать обзор пророков затем идет книга Псалтырь в ней очень красивый язык она разделена на пять книг почему она разделена на пять книг потому что Тора разделена на пять книг Евангелие от Матфея разделено на пять частей я покажу как это был Псалом который прочитывали в течение трех лет затем книга Придж и Экклезиаста песни Соломона которые находятся в другом месте в еврейской Библии затем большие пророки мы уже говорили об этом в нашей Библии плач Еремии следует за книгой Еремии верно? в еврейской Библии она находится в другом месте тому есть причина те же книги еврейская Библия не отличается от Ветхого Завета но все же эти книги находятся в разных местах потому что это заставляет вас одеть вашу еврейскую шляпу и вы должны снять вашу португальскую шляпу или английскую шляпу или французскую или итальянскую какую угодно оденьте вашу еврейскую шляпу затем идет книга Езекииля книга Даниила в еврейской Библии также находится в другом месте этому есть причина потом идут малые пророки сколько малых пророков? 12 малых пророков сколько было колен? сколько учеников Ешуа? вся история делится на 12 эпох от книги Бытия до книги Откровения происходит деление на 12 эпох тому есть причина каждый из этих малых пророков 12 малых пророков покрывал целую эпоху всю историю это так красиво если вы посмотрите с такой точки зрения Иосия Иоиль Амос Авди Иона Михей Наум Аввакум Сафония Агей Захария Малахия Некоторые люди думают что Малахия это итальянский пророк нет 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 это просто шутка просто шутка конечно в еврейской Библии все по-другому но это шутка над Матеусом поэтому в еврейской Библии он не назван Ветхим Заветом он не назван законом это Тора почему она названа Торой Тора происходит от еврейского глагола Яра знаете что означает Яра Матеус когда-то был маленьким он переходил улицу и Рэбе Марселло брал его за руку ты помнишь это и нежно переводил его через улицу что делал Рэбе Марселло что делал Рэбе Марселло он Тора он направлял его вот что означает Тора Тора не закон закон делай это делай то если бы Рэбе Марселло постоянно это говорил Матеусу то Матеуса бы здесь не было но он нежно его направлял это не закон это Тора Бог говорит это моя Тора это моя Тора позволь мне взять твою руку и направлять по дорогам жизни так много машин много плохих водителей просто позволь мне нежно направлять тебя вторая часть называется Невиим это не история это пророки потому что это пророческое слово Бога начиная с книги Иисуса Навина до книги Малахи все это пророческие книги третья часть называется КТУВИМ что значит Писание эти Писания помогают нам славить Бога Писания с помощью которых мы можем понять сердце Бога поэтому евреи в древние времена соединили эти три слова вместе и назвали его Танах ТОРА НЕВИИМ КЕТУВИМ вместе ТИ Н Н Х это Танах Танах это слово Бога это красиво первая книга в еврейской библии называется БРЕШИТ первая книга в еврейской библии названа БРЕШИТ мы уже говорили о ней когда рассматривали ТОРУ сейчас мы не будем уделять этому особое внимание вторая книга названа ШМОТ ШМОТ означает имена позвольте мне немного здесь задержаться почему она названа имена ведь она не об исходе конечно Бог вывел народ Израиля в пустыню в землю Израиля но в еврейской библии говорится что не это самое главное самое главное самое главное именно здесь Моисей узнал об именах Бога в 3 главе книги исход Моисей спрашивает какое твое имя и Бог говорит мое имя Эйе Ашер Эйе я был кем я был я есть кто я есть я буду кем я буду вот мое имя затем Моисей выводит весь народ из Египта в пустыню и народ узнал имена Бога Моисей строит скинию весь народ встретил славу имени Бога видите почему еврейские имена настолько важны они мульта мульта импортанте очень очень важны третья книга Вайкра она не о левитских законах но она названа Вайкра и пророки также будут об этом говорить здесь я не буду вдаваться в детали книга Бамидбар четвертая книга которую мы называем числа эта книга не об исчислении Моисеем народа только из-за того что в первой главе Моисей пересчитал народ не означает что книга названа числа еврейское название в пустыне потому что помните что Тора Яра Бог нежно направляет народ в пустыне продолжение сорока лет но они не поверили Богу Бог говорит вы народ не заслуживаете того чтобы войти в землю Моисей тоже не поверил Богу где в пустыне это вас удивляет Бог говорит Моисею ты так же не войдешь в землю поэтому весь народ умер в пустыне Моисей так же умер в пустыне почему потому что он не поверил народ не поверил поэтому четвертая книга говорит об их перебывании в пустыне пятая книга мы называем ее второзаконие потому что мы думаем что это второе дарование Торы название название на иврите дворим это слово Бога повторное слово Бога видите почему так важно одеть еврейскую шляпу поэтому оденьте еврейскую шляпу вторая часть Невиим Егошуа судьи шофатим судьи первая четвертая книга царств поэтому все это исторические пророки Бог работает и передает свое пророческое слово через свои отношения с людьми видите в этом разницу основную разницу между Библией и Исламом вы знали это? в Исламе есть Аллах верно? Аллах находится где-то там у Него нет ничего общего с людьми потому что Он превосходит все потому люди делают все что им заблагорассудится в Библии Бог стремится общаться с людьми его пророческое слово в истории в исторических отношениях с людьми вот почему мы верим что эта пророческая история подойдет к своему концу книга Откровения говорит об этом пророки говорят об этом поэтому это пророческая история есть одно знамечательное немецкое слово Рейну Марселла оно бы понравилось ГАДРОТС немцы достаточно много используют такие звуки Слово ХАЙС ХАШЕХТА ХАЙС ХАШЕХТА ХАЙС ХАШЕХТА ХАЙС ХАШЕХТА означает спасение истории это пророческое спасение истории вот о чем эти книги это не история это ХАЙС ХАШЕХТА хорошо вам понравилось это слово затем идут классические пророческие книги ЕШАЯХУ ЕРЕМЯХУ ЕРЕМЯХУ неужели это не замечательно ЕРЕМЯХУ ХЕЗЕКИЯ ХЕЗЕКИЯ и мы поговорим об этих пророках затем книга двенадцати не двенадцати малых пророков это книга двенадцати которая возьмет нас в путешествие пророческое путешествие на третий день мы поговорим об этих классических пророках на четвертый день мы совершим путешествие по двенадцати пророческим книгам поэтому в иврите она названа книгой двенадцати в общем сколько же книг в еврейской библии это очень легко запомнить вы знаете сколько двадцать две книги тридцать девять книг в португальском ветхом завете в ветхом завете еврейской библии двадцать две книги в чем же разница существует очень большая разница она состоит только в этом в еврейской библии книга двенадцати это только одна книга в португальском в португальском ветхом завете это двенадцать книг в еврейской библии книга царств у нас первая и вторая книга царств третья и четвертая книга царств первая и вторая книга паралипоменон в еврейской библии это только книга паралипоменон в еврейской библии она не названа книгой паралипоменон знаете как она называется Это последняя книга Еврейской Библии, книга Паралипоменон. В Еврейской Библии эта книга названа «Книгой последних дней». Неудивительно ли это? Каким образом составлена Еврейская Библия? Мы мыслим линейно. Почему мы перепутали книги? Потому что если вы не можете пройти от пункта А в пункт Б, тогда мы скажем «брррррр». Рэббе Марселло, в этом нет никакого смысла. Ты не идешь от пункта А к пункту Б к пункту В. Мы хотим, чтобы у истории было направление. И еврейская Библия говорит, нет, нет, нет. Единственная цель еврейской Библии — это Бог. История существует. Но она похожа на спираль. Она имеет определенное направление, спиральное направление. В центре находится ядро. И это Иешуа. История пророков. Запомните это. Третья часть называется «Кетувим». Писание. Где находится книга Псалтырь. Псалмы на иврите звучат как «Техилим». Это песни, которые приближают нас к сердцу Бога. На португальском и английском мы изучаем Псалтырь. Мы говорим «Псалом 1, 2, 3». Мы говорим «Псалом 1, 2, 3». Но не в этом была цель Псалмов. Цель Псалмов — приблизить нас к сердцу Бога. Может быть, в следующий раз я буду учить третью частью еврейской Библии. Поэтому мы не будем изучать это сейчас. Книга Иова. За которой следует книга «Экклезиаста». Прошу прощения, книга «Притч». По какой-то причине она исчезла. Она есть в вашей Библии? У него есть. Твой компьютер намного лучше. За книгой «Притч» — книга «Руф». Я хотел бы здесь намекнуть. В следующий раз, когда я приеду, мы поговорим об этом. Какая последняя глава книги «Притч»? 31 глава книги «Притч». О ком там говорится? О добродетельной жене. Прямо как у Равина Рос Анджела. Она стоит за Равином Марселло, не так ли? Поэтому Равин Марселло говорит «Она — моя добродетельная жена». Верно? Вы знаете, как эта фраза звучит на иврите? Мы думаем, что добродетельная жена — это та, которая следует за нами. Особенно в Индии. Откуда я родом. Мужчины там. А женщины со всеми маленькими детьми за 10 миль позади мужа. Каждый скажет «О, какая хорошая жена! Какая хорошая жена!» Здесь говорится не об этом. Знаете, как это звучит на иврите? Это «эшет хаил». Знаете, что означает «эшет хаил»? Это означает «сильная женщина». «Сильная женщина» — есть разница, не так ли? 31 глава книги «Притч» говорит о сильной женщине, мускулистой женщине. Поэтому существует пять книг, следующие за книгой «Притч». И все говорят о сильных женщинах. Руфь, Песни песней Соломона. Кто слаб в книге «Песни песней Соломона»? Соломон! Слабый, слабый мужчина. Но там есть сильная женщина. В книге «Песни песней Соломона». Вы знали это? Ладно, в следующий раз мы поговорим об этом. В книге «Экклезиаст» видим то же самое. В книге «Плач Еремии» мы также поговорим о том, что там находится о сильной женщине. Еврейское название не «Плач Еремии», но «Насколько?» «Насколько?» «Насколько ты славен, о Бог?» «Насколько ты славен, о Бог!» «Пятая книга». Книга «Исфирь». Сильная женщина. Эти книги в Ветхом Завете расположены в разных местах, верно? Есть причина, по которой эти книги расположены после 31 главы книги «Притч». «Пять книг». «Пять книг». Каждая из которых является комментарием к «Эшет Хаиль». За ними следует книга «Даниила». В нашей Библии книга «Даниила» находится рядом с книгой «Изекииля». А такого нет в Еврейской Библии. После нее следуют книги «Ездра» и «Ниемии». «Этому есть причина». Затем критический конец. Первая-вторая книга «Паралипоминон». Потом пауза. Сказано «Когда придут эти дни?» И говорится об «Ешуаха-Машиях» в Евангелии от Матфея. Апостолы говорят «Вот в эти дни Мессия пришел». Видите отличия? Оденьте еврейскую шляпу. Снимите португальскую шляпу. Английскую шляпу, какую угодно. Интересно, как разделены эти книги. Псалмы состоят из пяти разделов. Книга Матфея состоит из пяти разделов. Книга Марка состоит из пяти разделов. Лука также состоит из пяти разделов. И все они параллельны Торе. Потому что Матфей, Марк и Лука говорили об «Ешуаха» как о новой Торе. Он является кульминацией Торы. Все пророки указывают на эту кульминацию Торы. И я хотел бы предоставить вам еще одну заключительную сноску. Вы изучаете философию? Вы изучаете философию, да? Все школы философии, все религии, все общества обычно задают пять основных вопросов. Они задают много вопросов. В этом суть философии. Ее можно разделить по категориям в зависимости от пяти основных вопросов. Первый вопрос — что такое реальность? Что такое реальность? Реальна ли жизнь? Когда я учился в школе индуизма, где меня учили, что жизнь нереальна, жизнь — это иллюзия. Это иллюзия, это болото. В тот момент, когда я осознал, что это болото, топ, тогда я войду в нирвану. Я сказал, «Это чудесно». Поэтому я прошел занятия йоги. У меня были все опыты по выходу души из тела. Я возвращался в тело. И все еще мне приходилось сталкиваться с жизненными вопросами. Тогда я спросил, «Что же это?» Вот что стало толчком моих поисков Йешуа. Итак, первый вопрос — что такое реальность? Второй вопрос — «Кто я такой?» Очень-очень важный философский вопрос. «Кто я такой?» «Каково мое происхождение?» Вы задаете себе этот вопрос, не так ли? «Почему я родился в Белло-Горизонте?» «Почему я не родился в Конго?» «Почему я белый?» «Почему я не родился черным?» «Почему я не родился в Китае?» Это философские вопросы. Третий вопрос — «Как объяснить все то зло, которое делают люди?» Одна из форм этого вопроса — «Почему плохие вещи происходят с хорошими людьми?» Он был таким хорошим человеком. Она была такой хорошей женщиной. Почему она заболела раком и умерла? Почему его сбила машина, и он погиб? Почему плохое происходит с хорошими людьми? 11 сентября 2001 года в Америке террористы направили самолеты в здание Близнецы. «Сотни людей погибло». «Почему происходит зло?» Это названо вопросом «состояние человека». Четвертый вопрос в философии в широком смысле — «Существует ли решение этого человеческого состояния?» Четвертый вопрос. Пятый вопрос. «Куда мы направляемся в этой жизни?» «Куда направляется история?» «Что произойдет после моей смерти?» «Куда направляется история человечества?» «Названо вопросом о судьбе человечества?» «Космической судьбы?» Первый вопрос — вопрос реальности жизни. Второй вопрос — вопрос о происхождении человека. «Космического происхождения?» «Кто я?» Третий вопрос — вопрос о состоянии человека. «Экологическое состояние?» «Почему произошло цунами?» «Тысячи людей погибли?» «Экологическое состояние?» «Состояние человека?» Четвертый вопрос — «Существует ли решение?» «Проблемы состояния человека?» Пятый вопрос — вопрос о судьбе. Прекрасно то, что Тора, Невиим, Кетувим и Евангелие, все они разбиты на пять разделов, каждый из которых очень красиво отвечает на каждый из этих пяти философских вопросов. Поэтому книга «Бытие» отвечает на вопрос реальности. Клига «Шмод» объясняет вопрос происхождения. Моисей встречается с Богом и спрашивает, «Кто я?» Бог говорит, «Вот я!» «Когда ты встречаешь меня, ты встречаешь свое происхождение». Просто хочу привести небольшой пример. Так мы не будем углубляться в детали. Третья книга отвечает на вопрос человеческого состояния на фоне святости Бога. Четвертая книга указывает на решение. Пятая книга отвечает на вопрос о судьбе человека. Очевидно, что мы не имеем дело с Торой как с законом. Поэтому я упускаю эти детали. А как насчет пророков? Пророческие книги также разделены на пять частей. Разве это некрасиво? Исторические пророки отвечают на вопрос о реальности жизни. Люди вошли в реальную землю. Они встречаются с реальными ситуациями. Есть цари, которые делают ужасные вещи. Исторические пророки отвечают на вопрос реальности. Исайя говорит о вопросе происхождения. Еремия говорит о вопросе состояния человека. Мы поговорим об этом. Иезекиил говорит о решении проблемы. Здесь есть стена. Вы знаете, откуда она появилась? Вы должны спросить Равина Марселла. Там говорится об Иезекииле. Иезекиил 44. Это решение. Мы поговорим и об этом. Потом книга 12, где говорится о судьбе человечества. Неудивительно ли то, как Библия отвечает на эти философские вопросы? Тоже истинно и в отношении структуры Ктувим. Писания. Псалмы. Говорят о реальности. Книга Иова говорит о происхождении. Также там говорится о том, почему плохие события происходят с хорошими людьми. Притчи говорят о состоянии человека. За притчами следуют пять могилот. Обычно это песни в особые времена. Например, книга Руфь – это псалом во время праздника первых плодов. Эти книги об Эшет-Хаиле также названы пять могилот, пять свитков, предлагают решения. Затем последние книги Еврейской Библии. Даниил. Ездра, Неемия. Книги Паралипоминон. В Еврейской Библии Ездра, Неемия и Паралипоминон находятся рядом. И они говорят о судьбе человека. Поэтому Кту-Вим также отвечают на эти пять вопросов. Это красиво, если вы посмотрите с такой точки зрения. Мы так и сделаем. Но только во взаимоотношении с некоторыми пророками. Вот что красиво во всей Библии. У вас есть копии этого? По всей видимости, есть. Знаете ли вы, что Библия написана по образу миноры? Первая свеча говорит о творении и о том, как мы все испортили в творении. Мы, человеческие существа, живем в испорченной окружающей среде. Поэтому Новый Завет говорит в 8 главе послания к римлянам, что все творение стянает, потому что мы испортили творение. Божье совершенное творение. Вот о чем говорит первая свеча. Вторая свеча символизирует остальную Тору и исторических пророков. Третья свеча Это Исайя, Иеремия и Иезекиил. И книга 12. Четвертая свеча Это Ктувим. Псалмы, притчи, Экклезиаст. Средняя свеча. Средняя свеча это Новая Тора. Это критический конец. Затем главная свеча. Эта свеча. Это послание к римлянам, которое параллельно Писанием. Затем послание Равина Шауля или Павла. Знаете, что Шауль и Павел это одно и то же имя. На иврите Шауль. На греческом Паулюс. Это одно и то же имя. Так же как существует Лукас. Лукас также значит Лука. Одно и то же имя, разное произношение. Есть письма Равина Шаула, которые соответствуют пророческим книгам. Третьи свечи справа и слева. Вторые свечи, что представляет послание. Особенно послание к евреям, где говорится обо всех этих жертвах, которые можно найти в Торе, в исторических пророках. В Еврейской Библии сказано, что подходит к критическому концу, в Ишуа Мессии. Поэтому видите, насколько важна модель миноры? Библия начинается с творения. Новый Завет завершается новым творением. Бог поместил людей в Эдемском саду. Прямо в сердце Эдемского сада было дерево жизни. И в книге Откровения сказано, что это дерево жизни, это Агнец. Придите к Нему, и Он даст вам жизнь. Нет никакой надобности в Солнце, потому что Он – Солнце. Новое небо, новая земля. Новый Иерусалим. Уже не будет никаких войн. Лев будет лежать рядом с ягненком. Творение, которое мы испортили, мы станем новым творением. И все это является центральной свечой, новой Торой. Я уделил много внимания модели Торы. В предстоящие три дня, когда мы будем изучать пророков, вы увидите, что красота пророков отражена в модели миноры. Библия – очень, очень красивая книга. Помните, что я говорил о Яра? Вы читаете комментарии, и все кажется настолько сложным, настолько сложным. Пророки говорят, нет, нет, читайте нас, читайте пророческие книги, потому что это Яра ведет вас, нежно направляет вас. Конечно, большая доля этого направления благодаря этим моделям. Это модель миноры. Именно в сердце находится центральная свеча. Это сердце. Пророки. Как вы увидите на примере Исаии, Иезекииля. Кто из вас прочитал пророческие книги? Их не очень легко читать, ведь так? Этот суд, тот суд, этот суд, тот суд. Верно? Ой, ой, ой. Иногда вы себя так чувствуете, ведь так? Пророки скажут, нет, 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 суд будет, потому что Бог свят. Не порть отношения со святым Богом. Посередине центральная свеча. Это центральная свеча. Сердце послания пророков. Мы увидим это в последующие три дня. Я попытаюсь сделать все возможное, чтобы вы ухватили суть послания. Позвольте мне перефразировать это. Я ничего не выдумываю, потому что это уже есть здесь. Пророки просто нежно направляют нас, когда мы видим эту центральную свечу. Поэтому привыкните к этим моделям. В чем и состоит красота еврейской Библии. Завтра мы окунемся в исторических пророков. И затем обратимся к пророкам Исаии, Иеремии и Иезекиилю. На следующий день мы изучим малых пророков. Не малых пророков. Это книга 12. И она очень красивая. Бог просил пророков сделать некоторые странные вещи. Он говорит, иди и женись на этой женщине. Ее звали Гомерь. Но пророк Осия говорит, но ведь она проститутка. Я не могу этого сделать. Он идет и женится на ней. Странные события происходили. Некоторые пророки одевались странно. Носили странную одежду. Общались со странными людьми. Пророки очень замечательные люди. Не думаю, что вы бы хотели, чтобы они стали пасторами. Вы увидите, что они странные люди. И вы бы не хотели, чтобы они были в Беллу Оризонте. Вот что говорили цари в те времена. О, Еремия, не говори ничего. Когда ты говоришь, то у меня возникают проблемы. Поэтому вы бросаете его в тюрьму. Вы думаете, что Еремия молчал? Нет, он не молчал. Он был пророком. Он должен был говорить Слово Бога. Поэтому мы познакомимся со всеми этими пророками. Это будет увлекательное путешествие. После разговора с раввином Марселло я немного изменил схему. Вот что происходит, когда вы изучаете Тору. В книге Второзакония Сказано, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогу, и когда ложишься, и когда встаешь, то учить Тора Тот своих детей. Слово «учить» на иврите – очень особенное слово. К сожалению, в нашей школьной системе мы не знаем значение понятия обучения. Мы думаем, что это просто речь профессора, запись на видео и так далее. И каждый тихо слушает. Это не значение слова «учение» в еврейской Библии. В еврейской Библии слово «учить» звучит как «железо ударяется о железо». Что происходит, когда железо ударяется о железо? Оно становится острее, верно? Это означает слово «учить». Ваши дети. Мы говорим нашим детям «замолчи и послушай меня». А Библия говорит «нет, позволь им отточить тебя». Вот что значит слово «учить» в Библии. В шестой главе второзакония. Поэтому я разговаривал с раввином Марселло. И он сказал «это минора?» Что это такое? Это ханукия. Это не минора. Поэтому я согласен. В принципе, лучше всего построить ее по образцу миноры. Я не мог изменить схему на том компьютере. Но на своем компьютере я изменил ее. Если вы хотите ее изменить, то можете так сделать. Тора. В которой есть удивительная история творения. Это история, которая передает историю патриархов. Мы поговорим об этом. Бог дал Аврааму три обетования. Обетования семени, обетования земли и обетования имени. Мы поговорим об этом. Это А. Б. Невиим или Пророки. В. Ктувим или Писание. В самом сердце Новая Тора. В. В. Послания Шауля. Б. Остальные послания. И А. Книга Откровения. Это лучшая модель миноры. Видите это? Мы потом поговорим об этом позже. Поэтому железо острит железо. Мульто обригадо, Рэбе. Давайте пойдем дальше. Еще одна модель. Мы не увидим ее в португальской Библии или в английской Библии. В еврейской Библии есть еще одна модель, которую я называю микроструктура. Вот так. Во-первых, она начинается с пролога, где автор Моисей скажет, «Я расскажу вам что-то». Это что-то, это введение. Оно очень важно. Хороший спикер скажет все, что нужно в первом предложении. Может, в первых двух параграфах. Затем начинается повествование, где вы расширяете тему. Если вы хотите написать хорошую статью, то вы уделите внимание заключению. Когда я учу в университете, то говорю студентам, «Если вы хотите написать хорошую работу, то вы проведите исследование, компонуйте его, и во-вторых, пишите план работы. Не пишите введение в начале, потому что введение говорит о самой работе. Если вы не написали план работы, то что же вы скажете введении? Затем вы подходите к заключению. В заключении вы говорите, что введение я рассказал вам, о чем я расскажу. Вот так подходим к заключению. Это хорошая работа. Если вы начали с введения, а в содержании скажете что-то абсолютно другое, то я сразу же ставлю студенту 2. Ты не работал над этим. Библия очень красива. В ней есть пролог, повествование, затем начинаются псалмы, и потом эпилог. Суть того, что хотят увидеть пророки, находится в этой поэзии. Вы видите эту микроструктуру в Торе. Я не буду вдаваться в детали, но приведу некоторые примеры. В Бытие 1.1 на иврите. В начале сотворил Бог небо и землю. Финито. Даже если вы не прочитаете всю главу, все равно вы будете знать, о чем там говорится. Затем идет второй стих главы, следующая часть содержания. Бог творит солнце, планетарные системы, помещает их с определенной целью. Бог творит птиц в небе, рыбу в море для определенной цели. Бог создает растения с определенной целью. Бог творит земных животных с определенной целью. Наконец, Бог творит человека по своему подобию. Затем Тора указывает на то, что это первоначальная цель творения. Поэтому во второй главе говорится о цели создания человека в Эдемском саду. Почему Бог сотворил человека? Давайте посмотрим на это. Во второй главе Бытие Стихи 14 и 15. Вторая глава Бытие. Стих 15. Заметьте, что слово Господь с заглавной буквы что является переводом слова Йодхей Вавхей. Бог — Элохим. И взял Господь Бог человека, человеческое существо. И что Бог сделал? И поселил его в саду Эдемском. Для чего? Что делать? Чтобы возделывать его и и хранить. возделывать и хранить возделывать и хранить возделывать и хранить сад. То же сказано в Английской Библии. Возделывать и хранить сад. Знаете ли вы, что это цель человека? Вот что мы думаем в Бразилии и Америке. По крайней мере, в Бразилии можно немного расслабиться. И это хорошо. В Америке работа, работа, работа. Они просыпаются утром и идут на работу. Приходят вечером домой. «Добрый вечер, дети!» И засыпают. Январь, февраль, март. Работа, работа, работа. Это нехорошо. Вы думаете, что это хорошо? Нет. Жена говорит, «Я тебя не знаю». Муж говорит, «Я тебя не знаю». И они говорят, «Давай пойдем в суд и скажем суде, что мы друг друга не знаем». И капут. Почему? Потому что мы думаем, что человек должен заниматься этим. Только работа, работа, работа. Знаете, что у ивритии это особенное слово? Потому что слово состоит из слова «авод» и «шамар». Которое в буквальном смысле значит «ты должен поклоняться и хранить заповеди Бога». Это цель человека. Поклоняться и хранить заповеди Бога. Это очень большая разница, не так ли? Не только работать. Затем Бог говорит человеку, «Я хочу, чтобы ты нашел помощника». Восемнадцатом стихе. И сказал Господь Бог, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим Ему помощника». Адам пытается найти из всех этих животных. Это не помогает. Бог говорит, «Ты глупый человек, сейчас тебя усыплю». Поэтому Бог его усыпляет и формирует из его внутренности, не из ребра. Бог из его внутренности формирует женщину. И говорит, «Вуаля!» И говорит, «Вуаля!» Прямо как Рэбе Марселло. Когда он увидел Робину Рос-Анджелу. «Вуаля!» Вот она! Но прежде ему пришлось усыпить Рэбе Марселло. Все мы знаем эту историю. Когда мы сами начинаем искать, то совершаем много ошибок. И сразу после этого он пишет поэму. Видите эту поэму в 23 стихе? Эта поэма очень важна. В эпилоге в 24 стихе сказано, «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут эхад». О чем автор говорит здесь? О чем Моисей говорит? Он не говорит о мужчине и женщине. В конечном счете я говорю об одной теме. Тема эхад. «Потому что Бог такой». «Шма Исраэль, Адонай Илухейну, Адонай Эхад». Поэтому видите, каким образом автор передает это? Есть пролог, повествование, Затем поэма. Поэма и эпилог помогут нам понять суть того, чего Моше хочет сделать. Когда мужчина и женщина сходятся вместе, то они становятся одним целым. Одним целым. Как и Бог един. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой едины. Потому, мужчины, не ходите на пляжи Рио-де-Жанейро и выискивайте там другую женщину. Потому, что это святое единство. Видите ли, как автор подводит нас к этому? Следующая поэма. Третья глава книги «Бытие». Мы не будем углубляться в детали, потому, что мы уделили этому внимание в Торе. И я хочу вам показать, как пророки добывали эти сведения о теме единства. Затем Бог говорит женщине, «У тебя будет семя». «Это семя жены». «Семя жены» победит семя змея. «Семя жены» — это хорошо. «Семя ТОВ» — это свято. «Семя змея» — зло, плохое. Но придет время, когда семя жены победит семя змея. Поэтому этой теме отводится особое внимание. И автор говорит, «Не забудьте этого». У нас есть маркеры, с помощью которых мы выделяем. Когда мы печатаем, тогда мы выделяем курсивом или подчеркиваем, или же выделяем жирным шрифтом. В древние времена такого не было. Моисей подчеркивает это с помощью поэм. В этих поэмах есть темы. Остальная Библия освящает эти темы. Пророки будут возвращаться к этим темам. Они говорят, «Моше сказал это. Вот каково воплощение». Пророки делают что-то очень удивительное. Они говорят, что эти темы не найдут своего воплощения сейчас. И видят лишь частичное исполнение, но не полноценное. они берут мяч, и это похоже на футбол. Кто-то пасует мяч тому, кто посредине поля. средний игрок — это пророк. И он передает мяч Рональдо. А Рональдо ударяет мяч головой и забивает в гол. Верно? Вот что делают пророки. Моисей из Торы. Моисей из Торы пасует мяч Иисусу Навину. Иисус Навин передает мяч дальше Давиду. Давид получает мяч и делает небольшой трюк и передает мяч дальше. И, наконец, книга Откровения. И Рональдо. И Рональдо и который делает вот так. И они кричат, «Гол!» Вот что из себя представляют эти поэмы. Это игра с мячом. Ривальдо выделывает свои трюки. Как зовут другого игрока? А, Рональдино. Эти поэмы находятся прямо в середине. Следующая поэма в Бытие 4, 23. Очевидно, что здесь мы не будем углубляться во множество деталей. Еще одна поэма в 9 главе книги Бытие. Я бы хотел рассмотреть здесь пару интересных моментов. Шестая глава книги Бытие. История Ноя, история потопа. Продолжается в 7 и 8 главах, в 9 главе книги Бытие. И затем поэма. В 9 главе Бытие, стихи 25-27. Бытие 9, 26. Благословен Господь, Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых. Кто он? Это Иофет? Ханаан? Кто это он? Это вопрос. Кто это он? Что говорится в 27 стихе? Кто он? Вы знаете, кто он? Он — это сам Бог. В соответствии с грамматикой Иврита, это не Иофет. А сам Бог придет и поселится. Чье будет это семя? Это семя — сам Бог. Вот почему Мессия сейчас — это обычное человеческое существо. Мессия — это семя женщины. Бытие 3 глава. Он не будет обычным пророком. Вот как Ислам воспринимает его. Так же, как и многие наши еврейские братья. Как Тора, так и раввины древности говорят тоже, что этим семенем будет сам Бог, который придет и поселится в шатрах Сима. Поэтому эти поэмы очень важны. Пророки постоянно говорят об этих поэмах. Следующую важную поэму можно найти в 12 главе книги «Бытие», когда Бог призывает Авраама. И Бог говорит Аврааму в «Бытие 12.1» «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли Твоей, от родства Твоего, из дома Отца Твоего, и я произведу от Тебя великий народ, благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое». Поэтому Бог дает ему три обетования. Обетование имени. Почему это так важно? Потому что в 10 главе книги «Бытие» человеческое существо захочет сделать себе имя. На иврите это означает, что они сами захотели стать богами. В 3 главе книги «Бытие» Вы еще со мной? Что сделали мужчина и женщина? Они захотели стать богами. Они не ослушались Бога. Вот как часто мы сами смотрим на это. В древней религии Месопотамии это также есть в индуизме и буддизме. Есть священные деревья. Люди вкушают от плода дерева, сидят в положении йоги, входят в эти духовные силы. Люди вам скажут, вы сами станете богами. Вот что происходило в 3 главе книги «Бытие». Они хотели создать себе имя. Они захотели сами стать богами. «Бытие» 10 глава. Человеческое создание хотели сами стать богами. Нам не нужен этот бог. В 3 главе книги «Бытие» мужчина и женщина оказались за пределами Эдемского сада. В 10 главе они были повсеместно рассеяны. В 12 главе книги «Бытие» Бог говорит Авраму, следуй за мной. «И когда ты будешь следовать за мной, то узнаешь Мое имя. И зная Мое имя, Твое имя также будет возвеличено Мной». Поэтому здесь было дано тройное обетование. Обетование семени, обетование земли и обетование имени. Остальные пророки — это комментарии на эти три основные темы. Кто является семенем? Это Исаак? Да, это он. Нет, нет, Рональдина, передай мяч дальше. Потому что это кто-то другой. Мяч передается к Исаии, и он передает мяч дальше. Это царь времен Исаии? Это царь времен Исаии? Да, это царь Езекия. Но не совсем. Есть другой царь. Давай, Рональдина, передай мяч дальше. Вот каким образом пророки говорят об этих трех основных темах. Вы можете найти эти поэмы в Торе. Эти поэмы подчеркивают основные темы. Пророки берут эти темы и пасуют мяч дальше. Это красота структуры. Видите ли вы, как сама Библия направляет нас? Здесь нет никакой путаницы. Поэтому это только микроструктура. Я привел пример микроструктуры. То же вы увидите на макроуровне. Если первая и вторая главы книги Бытия — это пролог, тогда с 3 по 39 главы Бытия — это повествование до 49 главы, извините. А затем следует поэма в 49 главе. Почему Моисей сделал это? Смотрите внимательно. Еврейскими глазами вы сможете найти там тему. Это мессианская тема, которая подводит нас к конечной цели. Это можно найти в 49 главе книги Бытия. Что кто-то придет, кому будет принадлежать все это царство. Конечно, здесь я не буду вдаваться в детали, вы потом сами сможете посмотреть. Первая 14 главы книги «Исход», где еще одно основное повествование. В главе 15 еще одно повествование. Давайте немного уделим этому внимание. Это поэма, в которой Моисей и дети Израиля поют песню. Вы видите это? Какова цель книги «Исход»? Ее можно найти в середине 15 главы стихи 16 и 17. Вы еще со мной? Вторая часть 16 стиха. «Доколе проходит народ Твой, Господи? Доколе проходит сей народ, который Ты?» Какое здесь используется слово? «Приобрел» В английской Библии «купил» — это хороший перевод. Но есть еще один важный перевод. Еврейские раввины говорят об этом. Поэтому слово «купил» — очень хорошее слово. И я хотел бы это прояснить. Португальский перевод не неправильный. Португальский перевод хороший. Английский перевод хороший. Проблема только в том, что иврит — очень-очень богатый язык. Одно слово на иврите имеет эти изумительные оттенки значений. И это вы можете найти в Новом Завете. Когда мы говорим о Новом Завете, многие люди скажут, текст на иврите говорит абсолютно о другом. Но ведь иврит — очень богатый язык. Одно слово имеет 15 разнообразных проникновенных значений. Поэтому это слово также можно перевести как «народ, который ты создал». «Канити» означает «творить». Так же так в Бытие 1 Бог творил. Во второй главе книги Бытие Он дал цель с человеческим созданием во второй главе книги Бытие. Он также создал народ Божий. Почему? Потому что он обещал Аврааму. Какова цель этого? Стих 17. Чтобы ввести их и насадить их. Так же, как во второй главе книги Бытие. Помните это? На горе твоего наследия. Харсион. Это цель Исхода. Цель Исхода — поселить народ Бога на Божьей горе. На место, которое ты избрал, Господь, для твоего обитания. Святилища, которое ты установил. Какова цель Исхода? Чтобы народ Божий, который избрал Бог, вошел в Хамаком. Место. Харсион. Зачем? Чтобы работать? Нет. Чтобы поклониться и сохранить славу Бога. Затем пророки говорят, например, Иеремия скажет, посмотрите, что вы сделали с храмом. Это место обитания Бога. Это Хах-Сион. Это Хамаком, место Бога. Это Хамаком, место Бога. Посмотрите, что вы сделали. В седьмой главе Иеремии он говорит, люди говорят, «У нас есть храм, у нас есть храм, у нас есть храм». Иеремия смотрит на них и говорит, «Не говорите «храм, храм, храм». Вы будете осуждены, потому что вы осквернили храм. Храм не магичен. Только из-за того, что у вас есть храм, не значит, что вас не изгонят. Вас изгонят, потому что это Божий храм. Видите, почему эти поэмы настолько важны? Об этих поэмах говорят пророки. В 23-24 главах книги «Чисел» есть еще одна поэма, в которой говорится о звезде. В Евангелии от Матфея также говорится об этом, верно? К царю пришли маги, смотря на звезду. Вы прочтете комментарии и скажете, «Это астрологи». Это не астрологи. Они читали эти поэмы. Они читали Тору. И были родом из Ирана и Ирака. Сколько их было? Нет, нет, нет. Там не было три волхва. Есть упоминания о трех дарах. Золоте, Мире и Ладане. Возможно, там было 100-200 человек. Люди со всего мира, которые читали Тору, которые читали эти поэмы. И они пришли, смотря на звезду, потому что они читали пророков. Пророки также говорят об этом. 2-й царств, 8-я глава. Иеремия 48-49. Поэтому эти поэмы очень важны. Пророки читали Тору. Они проводили время в присутствии Бога. И Бог говорил с ними. Бог говорил с ними в видениях, в снах. И они приняли учения Торы. Как Рональда, они передали мяч форвардам. Вот в чем суть пророческих книг. Следующая основная микроструктура начиная от книги Бытия до книги Второзакония. И здесь говорится о пророке, который придет в будущем. Этот пророк будет подобен Моисею. Также он будет как царь. Давайте возвращаемся к 17-й главе книги Второзакония. В 17-й главе Бог говорит Моисею, что над людьми будет поставлен царь. Первая глава книги Второзакония. В 18-м стихе сказано, «Когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги». Это самое первое, чем должен заняться царь. Хорошо? Поступали ли так цари Израиля? Нет. Вот почему они терпели крах. И так, исторические пророки будут сказали, «Посмотрите на этот царя, смотрите на этот царь, смотрите на этот царь». Все эти царя, которые не следовали с тем, что написано в Торо, они должны писать копию Тороа для себя. Всего Торо. Поэтому пророки говорили, «Посмотрите на этого царя, а на того. Все они не следуют Торе и должны были переписать всю Тору для себя». Сами попробуйте это как-то сделать. В древние дни детей иногда наказывали. Напиши это предложение сто раз. Учителя так поступают в Бразилии? Почему? Когда вы пишете, то это остается в вашем разуме, и вы следите за этим. Цари так не поступали. Только некоторые цари так делали. Они были хорошими царями, а остальные цари, которые не делали этого, были плохими царями. И на это указывали пророки. Но основная тема найдена в 18 главе книги второзакония. Стих 18. Бог говорит Моисею, «И воздвигну им пророка, такого как ты, из среды братьев их, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». В самом конце книги второзакония, в самом конце книги второзакония, задан вопрос, пришел ли этот пророк? Тора отвечает, «Нет». Глава 34, стихи 10 и 11. «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицем к лицу. по всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле египетской. Этот пророк не пришел». Исторические пророки спрашивают, пришел ли этот пророк? Иисус Навин говорит, «Нет». Судьи говорят, «Нет». Конечно, были в истории Гидеон, Самсон, но все равно это не тот пророк. Появляется Давид. Конечно же, он хорош. Но он так все портит. Он увидел женщину. Вместо того, чтобы отвести взгляд, он идет дальше со своими злыми намерениями. Давид не является этим пророком. Исайя скажет тоже, «Нет, он еще не пришел. Он не пришел». Еремия, «Нет, он еще не пришел. Он еще не пришел. Может быть, еще немного. По сути, мяч дальше». Вы подходите к самому концу пророческого материала. И мы видим хорошего итальянского пророка, которого зовут? Малахия. «Пришел ли он?» И Малахия говорит, «Нет, нет, нет». Четвертая глава. Четвертая глава, первый стих. «Ибо вот придет день». Пятый стих. «Вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением Дня Господня». В четвертом стихе. «Помните закон Моисея, раба моего? Там сказано, что придет пророк, Которому я дал заповеди на Хареве для всего Израиля, дал правила и уставы. «Вот я пошлю к вам Илью пророка, прежде чем придет этот пророк, который приготовит путь перед приходом этого пророка». Поэтому вы подходите к самому концу пророческих книг. Они играют на футбольном поле. Все сконцентрировались в середине поля. Невозможно пройти. «Защита немцам слишком сильна, но он придет. Настанет время, когда эта защита будет сломлена, и мы передадим мяч Рональдо, и он забьет гол. Вот что произошло в Новом Завете. Поэтому это большая картина. Завтра мы углубимся в детали. Как эти пророки относились к трем основным темам? Семя, имя и земля. Иисус Навин сказал, «У нас есть земля! У нас есть земля!» Но в книге сказано, «Да, но еще не нет. Потому что эта земля только символ земли». Судьи говорят, «Мы – Ешуа! Мы – Ешуа!» «Являются ли они Ешуа?» «Конечно!» «Но только небольшая картина Ешуа!» «Потому что Ешуа должен прийти в будущем». «Это похоже на футбольную игру». «Мы сами немного поиграем в этот футбол, а пока мы наблюдаем за ним». «Мы почти хотели бы оказаться в рубашке Ривальда или Рональда». «Вы поступаете так же, когда смотрите футбол. Вы делаете так и так». Вот в чем суть пророков. «Мы – наблюдатели». «И мы хотели бы оказаться в рубашке Исаии и Иеремии. Может, завтра и послезавтра нам удастся поговорить об этом. Вы позволите мне благословить вас?» Давайте поднимемся. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя. Да обратит Господь лице Своё на тебя и даст тебе шалом. Когда вы будете раздумывать над словами пророков. «Я верехе каадонай ва ישнареха» «Я эра донай панавелеха вихунеха» «Я эра донай панавелеха» «Весом леха шалом» «Бошем ישуа хамашиах». «Амен». «Год bless you». «Я эра донай панавелеха» «Я эра донай панавелеха»